Пришло сообщение с неизвестного номера. Спасибо вам, вы действительно меняете мир к лучшему. Совершу сейчас звонок. Обратная связь. Алло. Алло. Да, доброго дня. Ярослав Сарухин, я от вас смс получал. А, привет. Это с Краснодара, это Дима. Ну, и я написал, что думал, поэтому и, может быть, не надо было приветствовать. Я выразил свои истинные. То, что понимаю, чувствую, потому что очень многое из этого полезно выходит. Поэтому я очень сильно включен, как с неизвестным. Поэтому большое спасибо. Ну, Саш позвонил, лично скажу. Дима, скажи, пожалуйста. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, как ты реагируешь на использование в моем лексиконе слова «дебил», «стадо». Потому что сейчас развернулась большая дискуссия, как я могу использовать такое. Как ты это лично воспринимаешь? Ты знаешь, ну, сложно брать на себя такую ответственность, понимаешь? Есть простое определение, бог им судья. Ну, я, естественно, могу просто это фильтровать. Я не могу себя никак оценивать. Это плохой, это почему ты так говоришь. Просто дело в том, что можно навести на себя обувь, понимаешь? То есть это будет вообще нечего. То есть, ну, действительно, ты же видишь, какие злые, и поэтому взрывай их так еще дополнительно. Ну, в общем, они... Это еще будет хуже. Другого пути нет, это называется «вызывай огонь на себя». Общество максимально инертно, единицы, которые хотят что-то сделать, не находят поддержки в окружении. Поэтому эту ситуацию надо расшатывать и публично об этом говорить. Тебя это не обижает? Вот скажи, пожалуйста, ты вот человек прочитал... Нет, нет, нет. Большое спасибо, отлично, супер. Добро. Спасибо, что высказал позицию, спасибо, что написал. Добро, давай, пока. Да, удачи, спасибо. Счастливо, спасибо. Пока. Ну вот о чем вот этот сюжет, дорогие друзья. Что 8 лет я как менеджер проекта двигаю и спрашиваю, а где результаты проекта? Я говорю, другись я, а где активные действия? Вот кому-то нравится или не нравится, например, МММ. Но МММ объединилась в структуру. Они подают заявки в префектуру. Они создают кубы, выходят на улицы и их более-менее как-то знают, о них узнают. Сколько раз я говорил о том, что давайте это сделаем. Я один все не могу сделать. Как только выходят от меня задачи, что нужно что-то сделать, все советчики, все куда-то все растворяются. И рефлексируют только на это самое быдло и дебилы. Я ж не был таким 8 лет тому назад. Просто поработав практически 7 лет, пока был жив отец, ни словом не обмолвившись, что нужны деньги на проект, и ожидал, что предъявляя раз за разом те или иные свидетельства тех или иных технологий, общество осознает и найдутся единицы, которые встанут рядом плечом к плечу и скажут, да, мы готовы, мы понимаем цели и задачи. На митинг, на митинг, пикет, пикет, снимать, снимать, фотографировать, фотографировать. Отсылать письма, значит отсылать письма. Ну если из года в год, говорит, ты нам ничего не говоришь. Говоришь, что делать, и все расползаются, берется пауза, какая-то все затихают, потом информационный голод, и все опять начинают на сайтах бормотать, но все не о том. Виктор Шумченко, взрослый вроде бы человек, но комплекс за комплексом. Еще приперся на проект, написал, говорю, хочу помогать. Кроме как обсуждение моей личности, ни слова вообще о технологиях, но просто детский лепет. Там подавляющее большинство сколько, какова реакция, то есть почему быдло, стадо. Сюжет со Шкондином взорвал фактически интернет, интеллектуальную часть интернета. Шкондин говорит, что ему оборвали телефоны под 30 звонков в день. Ни одного не было серьезного коммерческого предложения мне по адресу, как руководителю проекта, чтобы организовать народную корпорацию. Ни одного. Что это за состояние общества? Стадо. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому мы должны объединиться и донести свою информацию до всех граждан страны, если мы хотим, чтобы БТГ было внедрено в нашу жизнь. Иначе на законодательном, юридическом уровне это все будет просто заглушено. Если вы этого не понимаете, вы стадо. Ну вы просто не хотите читать законы. Вы же в метро ходите, вы платите. В автобус заходите, платите. Вы везде платите. Почему-то эти законы вы исполняете. А законы социального устройства вы считаете, что вам не указ. Типа я себе БТГ тут создам и всех пошлю. Законодательно. Это системно. БТГ это всего лишь один маленький фрагмент. А нужно решать системно. Никто не хочет это обсуждать. Все хотят прийти побазарить только о своих интересах. Ну нужно же и понимать цели и задачи проекта глобального. А так получается сирота. О, по сироте сейчас пройдемся. Сирота такой говорит. Я свои бабки вкладываю. Чего я должен с вами делиться? Ничего себе. Сирота приперся ко мне на канал. Который я за свои бабки содержу уже 8 лет. Весь этот проект. Сирота ворует контакты. Ворует информацию. Ворует информационную среду. Поскольку является пользователем. Ни копейки не вкладывать. Я понимаю, если он платил бы. Сказал бы Ярослав. Ну как бы БТГ я тебе не расскажу. Но я вот деньгами помогаю. Сколько могу. Но ведь и этого же нету. И эти люди смеют еще вот так себя вести. Типа давай, давай менеджер, рули. Представляете какое быдло-то. Антон Солопов. Кто-то мне говорил. Виктор тут попробовал заикнуться. Что я при личных встречах не употребляю жесткие слова. Антон Солопов. С Олегом Басаргиным, когда мы встречались. Под камеру это все было. Я говорю, ты желаешь помочь другим людям? Он говорит, нет. Зачем? Я не хочу помогать другим людям. Я ему говорю, да ты же животное, быдло. Но когда это глаза в глаза, а самое главное аргументированно, то у людей не возникает агрессии. Они услышали ответ, почему быдло. Я говорю, ты же не хочешь другим помогать. Ты же животное. Чем отличается человек от животного? Не знаешь? Давай поговорим. А если не хочешь на эту тему думать, ну получай тогда такой ярлык. 8 минут. Все, стоп, снято. Монорублевки. Вот люди платят миллионы, живут в этих шикарных особняках, покупают дорогущие автомобили, чтобы потом стоять вот в таких вот пробках. Вызываю огонь на себя, дорогие друзья. По-другому не бывает. Нужно создать информационный повод, чтобы об этом заговорила вся страна. Чтобы вас, пассивную аудиторию, раскачать, надо вас сильно очень раздражать. Есть же адекватные люди, вот который звонил сегодня, сейчас. Точнее, кому мы звонили. Дмитрий с Краснодара. Он говорит, я понимаю, что ты делаешь, их на себя не воспринимаю, все понятно. Почему все так не реагируют? Стоп, снято. Ну, а, да. Сота. Безкvatод. Это танго.